Партнер программы Новости АТВ. Бурятский Республиканский информационно-экономический техникум. Сеть магазинов Машторг. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии работает Светлана Семеренко. И вот, что принес нам сегодняшний день. Все страны мира в гости к нам. Улан-Удэ на Совет Безопасности прибыли 70 заграничных делегаций. Забегали. Накануне Совбеза коммунальная авария подняла на уши высокопоставленных чиновников мэрии. Скрыться от долгов будет непросто. Приставы налоговики и миграционная служба проверят все рынки Улан-Удэ. Сыграют в футбол. Любители и профессионалы сразятся на популярном турнире «Кожаный мяч». Высокопоставленные гости. Сегодня утром в Улан-Удэ прибыли делегации из 70 стран мира. Один борт за другим доставлял спецрейсом иностранцев в аэропорт Байкал. А затем их развозили по гостиницам Улан-Удэ. Зачем пожаловали и что покажут заграничным гостям, расскажет Юлия Пермякова. Накануне визита город взяли в отцепление. Ранним утром полицейские и ДПС выстроили патрули на улицах Улан-Удэ. Часть дорог перекрыли, светофоры перевели в режим желтого мигания. Такие меры безопасности ради тех, кто за эту самую безопасность отвечает, только в других странах. Сегодня всех делегатов иностранных спецслужб тщательно оберегают. В гостиницу «Бурятия» пускают только по пропускам. Перекрыли даже черный вход. Много иностранцев? 270 человек. 280 человек? Это вся гостиница, что ли? Всю гостиницу заселили? Больно. Не знаю. А они на два дня заехали? Уже ближе к 11 часам на крыльце другой гостиницы появились волонтеры и гиды. Они ожидали высокопоставленных гостей, чтобы отправиться вместе с ними на Байкал в Турку. Они общительные, дружелюбные. Конечно, они очень дружелюбные, очень приветливые. То есть сами подходит, спрашивайте, что им непонятно. В Байкальской гавани иностранцев ждет теплый прием и знакомство с культурой Бурятии. Гвоздем программы станет церемония подвязывания шелковых лент на коновязь. Там у нас покажем и культуру Бурят. Там у нас будет представлен комплекс «Степной кочевник» из Ацагата. Они покажут, как раз их поют песни. Там стоит юрта, покажут наши традиции и обычаи. А рядышком будет как раз показана культура наших семейских, русских старобрядцев, которые с собой привезут и свою еду, и в костюмах, и тоже будут петь. Вы знаете, как они прекрасно поют. Ну и, конечно же, там будет такой персонаж, наш всеми очень любимый, Сагановган, белый старец. Он их тоже поприветствует, вручит им байкальскую воду. Пресная вода, в частности байкальская, станет предметом дискуссии делегатов иностранных спецслужб. Проблемы ее дефицита обсудят наравне с экологической безопасностью, смертельными вирусными заболеваниями и глобальным экстремизмом. Мы видим, что во всем мире сейчас угрозы терроризма растут и образуются какие-то новые организации, даже квази-государства на Ближнем Востоке, в Афганистане. Поэтому полагаем, что такие угрозы достаточно актуальны и реальны. Впрочем, для многих делегатов Совет Безопасности – это еще и хороший повод расширить собственный горизонт. Это первый мой визит в эту часть света. Это потрясающе, очень красиво, и я очень жду поездки на Байкал. Это мой первый раз, и это абсолютно отлично от того, что я ожидал. Я приехал сегодня, это очень красивое место. Я жил в Москве, есть с чем сравнивать. Люди здесь очень приветливые, и я очень хотел бы посетить Байкал, потому что мои друзья из России сказали, что это самое известное озеро в России и самое большое в мире. Покажут гостям не только Байкал, но и достопримечательности Улан-Удэ, продемонстрируют также достижения отечественной авиации – новейшую разработку российских авиаконструкторов. Сегодня утром на площадку спорткомплекса посадили вертолет Ми-8. О том, что он здесь появится, жители окрестных домов предупредили заранее. На подъездах расклеили вот такие вот объявления. Просьба одна – держать окна и форточки закрытыми во избежание чрезвычайных ситуаций. Не допустить ЧС с гостями будут стараться 50 волонтеров, которые на всех экскурсиях будут неизменно следовать за иностранцами. Сколько их прибыло в Улан-Удэ пока держат в тайне. Известно только, что самая многочисленная делегация от Китая. Уже завтра представители спецслужб проведут официальную встречу в правительстве Бурятии. Возглавит собрание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Юлия Пермякова, Светлана Семеренко, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ. Прорвало канализацию, а вместе с ней и чиновников. Накануне Совета безопасности на улице Барсоева произошла незначительная коммунальная авария. Выяснять причину случившегося приехало несколько высокопоставленных чинов мэрии, а также наш корреспондент. Однако сотрудники администрации были не рады съемочной группе АТВ, отказывались отвечать на вопросы и откровенно грубили. Смердящий запах и небольшая пробоина посередине дороги. Возможно, в другой день никто бы из чиновников не обратил на это своего внимания. Но только не накануне Совета безопасности. Ведь через улицу Барсоева пролегает путь сотни высокопоставленных гостей. Мы постарались выяснить у прибывшего на место аварии Константина Машковского, что произошло. Диалог с председателем комитета городского хозяйства, мягко говоря, не сложился. Ну проще надо быть, здесь же ситуация такая аварийная, понимаешь? Ну да, аварийная. Ты сейчас начинаешь канал ТВ, там, то есть все, ты, что ты пальцы-то передо мной? Я не гну пальцы, я вас нормально спрашиваю, вы мне ответили, что что вы сам не видишь. Во-первых, на «ты», а во-вторых... А что, ты мне представился, что ли, или что? Почему я с тобой на «вы»? Тем более, что я вам не представился. Вы мне тоже не представились, но я к вам на «в» обратился, а не на «ты». Ну, ты, во-первых, подъехал, как частное лицо, да, без всяких таких прибамбатов. То есть, а частное лицо, рядовой житель, он не может узнать, что случилось у представителя. Я говорю, ты сам не видишь, что ли? Я вижу, что провалилось. Хотел получить чуть больше информации. Насколько это опасно? Не перекроют ли завтра народе? Я не знаю, насколько там... Почему не выглядели? Ты же видишь. Выяснить причину возникновения пробоины, а заодно и приезда чиновников, нам все же удалось. Хотя и не из уст председателя. От рабочих байкальских иммунальных систем, которые под чутким руководством сотрудников мэрии, устраняли аварию. Провала не было, просто предположили. Мы положили, что провал. Для страховки его просто вскрыли, посмотрели. Еще будете вскрывать? Нет, нет, все уже. А когда будут дырку заделывать? Сейчас. А прямо сейчас? Ночью, ночью. Восьмое утро, может, все будет. Что случилось-то все-таки? Не расскажете? Канализация лопнула, да и все. Канализация? Это вот от тарана, она маленькая лопнула и просела асфальт. А когда будут ремонтировать? Прямо сейчас. На этот раз чиновники сдержали свое слово. От ямы ничего не осталось. Лишь некоторые следы от работы дорожников напоминают о случившемся. Вот только такая оперативность госслужащих вряд ли вызвана заботой о горожанах. Скорее, это желание не ударить в грязь лицом перед гостями и не получить под шапки от вышестоящего руководства. Светлана Шекунова, Александр Иванчиков, Евгений Козлов. Первая альтернативная. Свет и днем, и ночью. Неравнодушные граждане обратились к нам в студию с вопросом, почему днем на проспекте автомобилистов горят фонари. С этим же вопросом мы обратились в горсвет. Как оказалось, на участке ведутся профилактические работы. Раз в квартал сотрудники ведомства объезжают улицы и меняют лампы. Мы говорим спасибо нашему народному репортеру. Присылайте и вы нам свое видео или звоните по телефону 2108-73. Попытка передачи наркотиков закончилась семью годами лишения свободы. Будучи в местах не столь отдаленных, двое мужчин пытались сбыть гашиш соседям по камере, осужденным, которые находились на лечении. В октябре 2013 года инспектором УФСИН России по республике Бурятии у осужденного Кузнецова были обнаружены изъяты наркотические средства каннабисной группы в которую он намеревался сбыть в сговоре с осужденным Новиком среди осужденных из правительной колонии. В ходе разбирательства наркодилеры постоянно меняли свои показания. Один из них вину в содеянном так и не признал. Суд приговорил мужчин к 7 и 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Альфонс или любовь до золотой цепочки. В полицию поступило заявление от Улан-Уденки об окраденной молодым человеком после кратковременного романа. После ночи любви в гостинице девушка не нашла своего ювелирного украшения стоимостью более 30 тысяч рублей. В совершении данного преступления подозревается мужчина азиатской национальности на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы черные, стрижка, теннис, лицо смуглое. Был одет в спортивную рубашку, кофту, воротник с низкой стойкой, по одной горизонтальной полосе на плечах, брюки темного цвета и обувь тоже темного цвета. Всем, кому что-либо известно, о случившемся просьбе сообщить по телефону 02. Ненавистник китайцев и оппозиционер Бато Багдаев, активно выступающий против мэра Улан-Уденки, сменил позиции и оказался в команде Галкова. Багдаев теперь возглавляет мэрскую газету «Улан-Уденки – город добрых традиций». За несколько месяцев до своего назначения встречался с Александром Михайловичем Галковым. Именно он предложил мне работу в газете. Переговоры шли несколько месяцев. И вот недавно я уволился из клиники тибетской медицины в Москве, где работал. До этого общественник жил в Москве, где после неудачных выборов в горсовет работал в клинике тибетской медицины. Бато Багдаев – личность неоднозначная. Многим он запомнился буйным темпераментом. «Здесь завтра будут китайцы! 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 Вот эта молодая семья хочет, чтобы здесь жили китайцы!» В интернете уже вовсю обсуждают новое назначение директора газеты, восхваляющей градоначальника. Однако для многих это оказалось большой неожиданностью. «И его, видно, уже выпустили из сумасшедшего дома». «Теперь в интернете будет дуэль. Багдаев-Будуев». «Помню, еще он чучелом мэра сжигал и топтал ногами. Теперь восхвалять будет мэра». Получается, из грязи в князи. На должность генерального директора печатного издания Бато Багдаев назначен 23 июня. Справится ли он со своими новыми обязанностями, узнаем уже в следующую среду. Барцедыбов Юлия Пермякова. Первая альтернативная. Газету Бато Багдаева наш обозреватель Владимир Банчиков не читал. Зато проштудировал полосы других печатных изданий. О самом интересном в свежих выпусках в рубрике «Золотые перья». Кто окупит Байкальскую гавань? Санта-Барбара в отдельно взятой партии. Что скрывают военные? И последний шаг до главной КВН-лиги страны. Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Сегодня среда и, как обычно, это обзор свежей республиканской прессы. И сегодня гость нашей студии, замечательный, популярнейший бурятский журналист и писатель. Писатель, тут, наверное, такое основополагающее слово, Байсхалан Дабаин. Здравствуйте, Байсхалан. Вот у нас тут такой творческий беспорядок на столе. У тебя есть две минуты, чтобы осветить твой вклад в сегодняшнюю свежую прессу и то, что бы ты выделил из материалов других авторов. Пожалуйста. Хорошо. Ну, вот, у меня, ну, к моей тоже радости вышло три материала на неделе. Ну, по фронтовой тематике у меня два материала. Первый я бы, конечно, выделил материал «Разведчик Джордж» «Берегов Гурим-Реки». Это в информполисе материал. Это очень, ну, вообще, я занимаюсь где-то, наверное, года полтора примерно фронтовой тематикой и пытаюсь восстановить забытые имена. Вот, и будучи в командировке в Иран, я нашел вот Доржит Гармач Тухиева. Вот, он кандидат, значит, в число полных кавалеров Ордена Славы. Очень, ну, у него такая судьба, достаточно драматическая. Прошел две войны, и вот, ну, читатель тут почитает, наверное, будет интересно. И второй тоже мой материал по войне вышел в МК. Это о снайпере Константине Самбуичи Доржиеве. Вот, у него очень тоже судьба интересная и в то же время драматичная. Он получил ранение в голову, будучи снайпером. И четыре года провел в госпиталях. Вот, третий материал, конечно, у меня довелось побеседовать с экс-ректором БГУ Степаном Колмыковым. Он рассказывает о том, значит, чем сейчас занимается в данное время. Ну, сейчас он полностью сосредоточен на научной деятельности. А еще один материал мне запомнился, это в газете номер один. Всех, конечно, интересует тема избрания будущего спикера. Ну, насчет всех ты, наверное, погорячился все-таки. Я так думаю, что очень небольшое количество людей интересуется этой темой. В этом, в моем мнении... Ну, да, как бы, ну, я думаю, что многих, да, интересует все-таки на слуху, да, что сейчас идет, вот, обсуждаются возможные кандидаты. Ну, вот тут на Праймерис Единая Россия определись. Победил, значит, депутат, значит, Народного Урала Цирен Доржиев. Вот, ну, и в то же время Айдаев проиграл Праймерис. Спасибо большое, Вескалан, за участие в нашей рубрике. Успехов! Спасибо вам за пригласить. Спасибо. Санта-Барбара с неожиданным концом. Под таким заголовком вышла статья Леонида Аккинова в Информ-Полисе и посвящена она Праймерис Единой России перед выборами в Народный Урал. Единая Россия в Бурятии опять отличилась результатами общенародного голосования. Бывшие однопартийцы борются друг с другом, но пока перебежчики из других партий ухитряются выиграть уставленников партии власти. Результаты удивили многих. Так, по Селингинскому району выиграл беспартийный бывший коммунист Найдан Чембеев. Он обогнал даже верного единоросса Баира Бальжирова. На округе номер 6 победил бывший глава Кяхтинского района Валерий Царемпилов. Хотя в кулуарах Праймерис говорили о том, что сверху приказали протащить тайги Баталбоева. В общем, этот профсоюз чиновников, более известный как партия власти, продолжает смешить весь честной люд, интересующийся политикой. А ведь впереди выборы спикера Народного Хурала. Шоу маст го он. Наступила долгожданная пора отпусков, и журналисты вновь вспомнили о печально известной Байкальской гавани. Начнем с номера 1 из статьи Марины Игумновой. В республиканском агентстве по туризму отмечают, что, как ни крути, основной и главный турист в Бурятии все же наш земляк. Пользоваться плодами той же Байкальской гавани будем в основном мы. Скажу просто, хочется верить. Учение «Пожар» с таким заголовком, вопросительным знаком и знаком равенства вышла статья в информполисе. И даже со схемой, как могут разлететься снаряды в Улан-Удэ. Во второй половине дня даже до уланденцев начал доноситься сильный запах гари и дым, наносимый ветром как раз со стороны места учений. Поначалу это был незначительный пожар, но скоро перерос в массивное возгорание на площади 750 гектаров. Из-за горящих лесов военного лесничества весь Улан-Удэ выходные заволокло смогом. А самое страшное, огонь был близок к складам с военным арсеналом в Тольцах. Что делать, в данном случае знают все. Конечно, тушить. А вот кто виноват, мы вряд ли узнаем. Военная тайна, однако. И напоследок, как обычно, позитив. Обскакали всех. Под таким заголовком вышла статья за подписью аж четырех авторов о том, как наши КВС-щики вышли в финал премьер-лиги. Личным решением редакторской группы во главе с Александром Масляковым «Хара Марин» попала на Первый канал. Правда, средств на поездку в Москву тогда не оказалось. Юмористы приобрели билеты на самолет в один конец за собственный счет. Во время пребывания в российской столице им приходилось питаться полтора раза в сутки. Закончу штампованными фразами, хотя это и не в нашем стиле. А кому сейчас легко, и художник должен быть голодным. За всем прощаюсь с вами. Давайте вместе болеть за «Хара Марин» и родную республику. Большая проверка. Теперь инспектировать должников и мигрантов контролирующие службы Бурятии будут совместно. Налоги, штрафы, гражданство – ничего не останется незамеченным. Сегодня проверка прошла на базе Буркопсоюза. Именно здесь работает большое количество гостей из ближнего зарубежья. Миграционная служба проверяет законность пребывания иностранцев в Бурятии, налоговики, судебные приставы, наличие задолженности. Сегодня объектом проверки стала база Буркопсоюза. Как раз в таких местах велики шансы найти нелегальных мигрантов или должников. С видом на жительство у иностранных граждан было все в порядке, а вот с долгами – не особо. Некоторые должники пытались обороняться всеми способами. Доходило даже до абсурдных обвинений. Я ищу, между прочим, что когда не работает, вообще-то нетрезвое состояние. Вот так. Вас обвиняют даже в нетрезвом состоянии, господа. Очень интересно. Факты, факты, факты. А факты было? Какие факты? Какие факты? Какие факты? Я видел, что в какие-нибудь... Вы уверены в этом? Да, я уверен. То есть у наших сотрудников было нетрезвое состояние? У предпринимателя из Азербайджана накопилось 22 тысячи долгов по штрафам в ГАИ. Владелец трех автомобилей недоумевает, откуда такая сумма, ведь еще на днях долг был всего 7 тысяч рублей. В связи с тем, что у нас было на исполнении 15 штрафов ГИБДД от 500 рублей до 1000, на каждый штраф ГИБДД был начислен исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма задолженности составила 7 тысяч, это штрафы ГИБДД, и 15 тысяч, это исполнительский сбор. Чтобы дело не дошло до исполнительских сборов, необходимо вовремя оплачивать налоги и штрафы. Напомню, если с момента, как вы получили извещение, прошло более 60 дней, вашим делом займутся уже судебные приставы. Ведомстве также напоминает, у должника есть 5 дней на то, чтобы добровольно погасить долги. Под угрозой ареста автомобиля, герой нашего сюжета все же рассчитался и впредь обещал не копить штрафы. Давайте я сижу еще. Ровно 22, принимай плату. Я все в полном страшу? Да, да, да. На следующей неделе подойдете во вторник приемные часы в железнодорожный отдел. Скажете, что я оплачивал, дайте мне постановление об окончании. На все ваши исполнительные производства. Пристав вам выдаст, сохраните у себя и все. Таким образом, первая совместная проверка помогла закрыть 63 производства и пополнить казну города почти на 60 тысяч рублей. Юлия Пермякова, Александр Хомаганов, телекомпания АТВ. Введут ли налоги на билеты в кино? И сколько будут платить опекунам и приемным родителям в Бурятии? Смотрите в нашей традиционной рубрике «Картина дня». В Бурятии выплаты приемным и опекунским семьям, которые воспитывают 5 и более детей, увеличатся. С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016. Размер выплаты на воспитание детей составит более 24 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июля этого года на 5% проиндексируют денежные средства на содержание ребенка в приемной семье, а также ежемесячные денежные средства опекуну или попечителю на содержание ребенка, передает Министерство социальной защиты Бурятии. В России может быть введен налог на билеты в кино. По сообщению «Байкалфинанс», глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос главе Министерства культуры Владимиру Мединскому совместно с Минэкономразвития. Идея о налоге на билеты возникла в ходе встречи с создателями кинофильмов «Территория» и «Битва за Севастополь». Участники встречи опирались на опыт польских коллег. Мол, они платят с билетов налог, и он возвращается, и их киноинститут именно на эти деньги и существует. Так вот на чем держится великое польское кино. Известный видеохостинг YouTube закрыл официальный канал Олега Газманова. Причиной тому послужил клип «Вперед, Россия». Отмечу, что музыкальное видео было снято при поддержке депутата Госдумы от Бурятия Михаила Слепенчука. Очевиден тот факт, что это продолжение информационной войны, развязанной против России, говорится в сообщении на сайте Газманова. Не знаю, как некоторым, но нам клип понравился. «Вперед, Россия!» Кто лучше всех играет в футбол? В Лан-Одэ стартует турнир среди дворовых команд «Кожаный мяч». Отмечу, что принять участие в матче могут все желающие. Впрочем, первыми на поле выйдут представители СМИ и сборной Федерации футбола Бурятии. Подробнее Аюна Чертарова. Соревнования по дворовому футболу в рамках турнира «Кожаный мяч» будут проходить на центральном стадионе. Поучаствовать смогут все желающие мальчишки и девчонки старше 12 лет. В этом году организаторы ожидают около 100 команд. Единая форма желательна, других ограничений нет. Нет даже привычного оргвзноса. Команды могут прийти в 8.30, уже с 8.30 будут сидеть люди на регистрации. Они будут регистрировать конкретно по возрастам. Команде будет необходимо принести медицинскую справку о том, что она допущена для турнира. И если она не имеет этой справки, ей нужно будет привезти человека старше 21 года, который поручится за эту команду. Турнир «Кожаный мяч» проводится по всей стране. В прошлом году в нем приняли участие 45 тысяч мальчишек и девчонок из 50 городов России. В Улан-Удэ сыграли не только футболисты, но и борцы, теннисисты и даже КВНщики. Четвертый год на центральном стадионе, на главном стадионе Республики Бурятия. Что отрадно, что приятно, что именно в Улан-Удэ количество команд, которые мы набирали, и количество участников было рекордным на всей территории Сибирского федерального округа. И количество это было, вы можете себе только представить, 280 команд сыграли в один день на одном стадионе. Одно большое футбольное поле разделят на несколько спортивных площадок. Таким образом, одновременно играть будут как минимум 20 команд. Один тайм будет длиться 10 минут, и, как отмечают организаторы, за это время можно обыграть достаточно солидную команду и пройти дальше. Аюна Чертарова, Вячеслав Батуев, первая альтернативная. На этом у меня все. Оставайтесь на канале АТВ. С вами была Светлана Семиренко. И до встречи в эфире. Котлы отапливают. Насосы качают. Радиаторы греют. Все просто и надежно. Сеть магазинов компании Машторг. Скидки плюс бонусы. С 1 по 30 июня.